Давайте начнем собирать фан-клуб Сумрака. И куда ты собралась? Куда? Она еще и отвечает. Сначала я ее застала в шкафу на антресоле, но она успела выпрыгнуть оттуда, пока я включила камеру. Я успела застать ее только на вешалке. Ну и как ты туда планируешь прыгать? Сумрак! Вот так. Кошка явно не для скуки. А спускаться развлечет любого. Вот такой вот любопытный ребенок у меня проживает. Скорее забирайте развлечение домой. У меня, конечно, бывают животные, которые любят залазить куда повыше, но сумрак это нечто. Сумрак? Э? Бесня? Ее все устраивает, ей интересно. Новые поверхности, новые интересности. Как спускаться? Да зачем об этом задумываться? Кожаная снимет. Это еще один верхолаз. Я бы даже сказала, что это начинатель верхолазания. Чешира любит запрыгивать на вытяжку. С этой вытяжки она запрыгивает на верх полок. И там спит и живет. Я недавно нашла вот это видео. Это видео я снимала почти год назад, когда у нас появилась вот эта вот огромная когтеточка. Замечательный комплекс. Сейчас, конечно, от него рожки до ножки. Надо искать кого-то, кто мне поменяет столбики. Но еще новенький, красивенький, на видео. Такой классный. И как же он кошкам тогда понравился. Заценили очень. Чешира с хвоста играет. Абрикос изучает, как забраться на эту верхотурину куда повыше. Мизу облюбовала домик. Да, все-таки эти комплексы очень классные. Но под кошачьими коготками, конечно, очень сильно страдают и очень быстренько растрепываются. Кукусики. Абрикосик уже совсем высоко. Давайте немножко не только абрикосика, а вообще котика, в котором нужен дом. У меня есть замечательный абрикосик. Да, он слепой. Но он отлично ориентируется и отлично передвигается по квартире. Его ничего не стесняет. У него нет преград и препятствий. Он может залезть куда захочет и также оттуда самостоятельно спуститься. Не надо контролировать кота, чтобы он откуда-то не упал. Он аккуратно, прощупывая каждый свой шаг, спустится самостоятельно. Самая большая проблема с абрикосом – это то, что у него очень острое боняние. Если он где-то зачует еду – все. Он уже тут как тут. Он уже пытается ее добыть. Ну или вот, добыл себе игрушку. Молодец. Хозяйственный. Ой, а есть тут кто видел, как абрикос распаковывает посылочки? Он неимоверный помощник. Я без него вообще во многих делах бы не справилась. Распаковка посылок – это только с абрикосом. Без него никак. Он самый талантливый распаковщик в доме. Хотя, конечно, думаю, дай волю, вот это вот будут распаковщики ничуть не хуже. Но пока у нас нет посылочек. Да, это маленький тоненький намек. Пока у нас сложности с получением посылок, нам нечего распаковывать. И не с чем изучить, будут ли они хорошие распаковщики или это просто классные коты, которым очень нужен дом. Да, в идеале бы, конечно, братиков в одну семью. Мальчишки – ураган. Дополняют друг друга. Один очень-очень ласковый, другой – менее. На удивление, они очень сильно, я бы даже сказала, дублируют финика и локи. Финик более ярко-рыжий и более нежный. А локи – с более белыми пятнышками. Ну и так себе. Когда сильно ласковый, когда не очень. Вот у этих ребят так же. Вот этот вот сильно рыженький, ну просто нежнятина. Он кидается на ноги и всегда просит внимания. Если ты идешь, он тут как тут. Он скорее старается привлечь твое внимание и обожает ручки, почесушки, обнимашки. Второй малыш немножко побаивается лишнего внимания, но не трус. Вполне активный, общительный ребенок. Ну просто на ручки брать не надо, а то пугается. А так можно гладить, обнимать, тискать. Ой, а как с ними можно играться? Это два маленьких Шкоды. Игривые дети. Еще пока дети. Так что присматривайтесь. Можно забирать в маленький детский сад. А еще есть очень компактная, безумно нежная, маленькая, ласковая девочка Блу. Даже проскитавшись долго на улице, живя напротив своего дома, где ее завели, а потом выкинули, живя напротив, рядом с мусоркой, эта малышка все равно доверяет людям. Чизи у нас само вашество и очаровашиство. Такая вот королевская кровь. Ну это еще одна маленькая шпана. У меня все слепыши очень активные и игривые. Олли маленький ураганчик. Олли тоже любит сидеть на плечах. Олли очень любит внимание. Ручки, обнимашки, тисканье. Кататься на плечах это вообще самое обалденное занятие. У слепых кошек очень важно тактильное внимание. А тут всей кошкой она чувствует прикосновение к человеку. Это же круто! Кто хотел очень нежную кошку? Скорее присматривайтесь к Олли. Еще раз, в очередной раз скажу о том, что отсутствие глазок у этих животных совершенно не влияет на их жизнь. Они отлично ориентируются. Олли вообще всегда сидит на верхотурах. Белкин. Пушистость зашкаливает. Милота превышает все возможные мимиметры. Кот просто нереально красивый. Мне иногда кажется, что там какие-то мейн-куны в роду пробегали. Но скорее всего это просто шикарно красивый кот. Пушистый, нежный. Правда, первое время будет побаиваться. Но многие животные при переезде испытывают страх к тому, куда они попали. Ничего пройдет. Станет самая нежнятина. Только забирайте. Смотрю я на этого кота и не понимаю, как кто-то мог его вынести на улицу. Ну шикарный же. Еще одна шикарность. Очаровательное белое облако с рыжими ушками и рыжим хвостом. Очень красивый кот. Очень нежный и ласковый. Почасушки готов выпрашивать на задних лапках. Его голубых глазах можно просто утонуть. Нереальные расцветки глазки. Голубые, голубые. Два озера, два океана. Толстушка морти. Ой, какой же это болтающий кот. Он всегда любит, чтобы его гладили. Когда его начинаешь гладить, он всегда рассказывает, как ему это приятно, как ему это нравится. В общем, любые поглаживания кота всегда проходят звуковыми эффектами. Такими классными, прикольными. Забирайте кота, и у вас будет свой говорящий, благодарящий кот. Да, к сожалению, породистых животных все больше и больше на улице. Вот этот вообще оказался на улице еще подростком. Ему было, наверное, месяцев восемь, когда нашли вараныча. Нашли, попытались приютить, но проблема с лотком скорее всего людей отпугнула. Ну, как проблема соблюдать чистоплотность его лотка, и он тоже будет соблюдать лоток. Он не любит, когда в лотке грязь. А у нас, конечно, с этим сложно. Поэтому вараныч предпочитает сходить рядом. Два лотка не спасает, но в семье вполне вероятно, что это поможет. Нужен просто любящий эту породу человек, который знает, что сфинксы они вреднюшки. Очаровашка Мимии. Она маленький медвежонок, у нее такие круглые аппетитные щечки, за них так хочется всегда уцепиться и их пощипать. Классная девчонка, но мне всегда не нравится, как она получается то на фото, то на видео. Они не передают всю ее мимишность. Там такая ненаглядность, там такая красота. Мимишка тоже очень ждет свою семью. Держите, пожалуйста, котиков поставив им класс, не забудьте написать для них комментарии. Для них или им в помощь. А я вам покажу смешного котя, кофти, которая ему явно большая. В итоге кофта досталась варанычу, ему пригодится, он тоже лысый, тоже мерзнет, а котину надо что-то другое заказывать. Не угадали с размером, пришло большевато. но все равно симпатичный, хоть вообще очень классный и фотогеничный мальчишка, как же мне хочется, чтобы он оброс своей пушистостью и покрасовался своим красивым мехом.